Многочисленным просьбам мы начинаем серию сюжетов о стилях, направлениях и прочем-прочем-прочем из мира танцевальной и молодежной культуры. И сегодня, сегодня мы погружаемся в транс. Честно говоря, транс-музыка это своего рода магия. Свои корни она берет еще из древней Африки. А отцами этого направления можно назвать шаманов и колдунов. Выбивая определенный ритм на своих бубнах и там-тамах, эти всемогущие вводили людей в состояние эйфории. Транс это только название музыки, но на самом деле есть психологическое состояние человека в транс. То есть человек находится вроде бы на земле, а сам он может отделяться от своей телесной оболочки и уходить в так называемый космос. У нас подобные манипуляции культивировал лет 6-7 назад Тимур Мамедов. Его называют гуру русского транса. Сейчас отечественная транскультура, в которой четко выделяется два течения, психоделическое и этническое, развивается под влиянием таких диджейских личностей, как реаниматор, астрал, инкогнито и ленин. У меня транс это прежде всего состояние, состояние души. Транс мне помогает достигать что-то более новое. То есть не находиться постоянно на одном месте. Это как в музыке, как в жизни, везде. Командное внедрение транса в массы в последнее время лежит на группах Paranoia Sensation, Xerox и Trans Driver. Все эти команды играют вживую. Транс-музыка, по их мнению, напрочь лишена синтетики и является эталоном гармонии. Больше возможностей, ну, свои идеи реализовать в этой музыке. Больше звуков, больше тем можно применить. То есть, все-таки, взять хардкор или брюкбит, они более экононизированные. А транс... Там очень большой богатство тембов, во-первых, в трансе. И музыкальные темы любые можно туда привозить. Транс-движению пророчат великое и светлое будущее. Возможно, скоро Россию и назовут страна восходящего транса. Нам эта музыка ближе, она наиболее красивая. Я считаю, что соответствует полету русской души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова